В общем, да, про перенос текста на сцену, что как-то сделать. Потому что актеры любят подчеркивать значение текста, интонацию, выделять ее как-то. И, в общем, интерпретация литературная в театре, она обречена тем самым на провал. Потому что текст изменяет качество семи, если его увеличивать. Это то, что мы можем переборщить с этой атмосферой, с этой базовой основой через там. То есть и текст ого-го, и мы еще не сону повышаем, то это ого-го, ого-го. И оно как бы никак не влияет, если перебор конкретно. И, например, эту проблему решили в но театре, японский театр, но когда шедевры японской литературы читаются актерами монотонным голосом. И большое значение уделяется музыке, танцам, театральным инструментам. Скажем, всем инструментам, кроме актера. Актер просто переносит текст, как он есть, монотонным голосом. И при этом у него есть общее семя, это маска. Актеры там думают, они не в этом масках. Например, семя там, такое злое или одинокое. Ну, в общем, маска это как... Одинокая? Одинокая? Все одинокая. Да, одинокая. Запомнила, мыслишь, что это вот одинокая. В общем, это еще один пример из семи в виде маски, которую актер надевает. И вот он трансферирует это, монотонно читая текст, передавая текст. А усиление или, скажем, создание атмосферы вокруг текста происходит за счет музыки или движения. То есть важно движение. Мы не читаем текст, мы используем дополнительно голос, а мы используем пространственные какие-то элементы, инструменты театральные, чтобы эта формула заговора и связи со зрителем сработала. Вот, сейчас я, я думаю, пропущу про миф. Вот опять же, Лена когда говорила про... Следующая тема, это реальность мифа. И что многие художники, они чувствуют просто эту гармонию пространства изначально, внутренний порядок пространства. Им не нужна логика, чтобы распределить элементы так, чтобы они начали работать. И у Лосева, у философа русского, есть такая, да, из него просто цитата. Все устойчивое, все оформленное и порядочное, структурированное, организованное, воспринималось древними греками, как идущее непосредственно от Аполлона, или им сделанное. То есть, любое структурированное пространство чувствовалось так сильно, что оно воспринималось, будто оно было послано свыше. То есть, настолько оно было очень сильно влияло к этой структуре. Ну и, в общем, да, уже ясно. Я думаю, что вот эта вот модель, она относится не только к структуре пространства или произведения, но и к структуре наших умов. И тут мы переходим в пространство мифа, когда мы понимаем, что вся эта штука, она не только в пространстве, но, прежде всего, внутри нас самих, в пространстве нашего ума, ментальное поле или эмоциональное поле, то тут мы попадаем в миф. В котором мы якобы больше не живем, но в котором люди жили, древние люди жили. Потому что у них не было логики и причинно-следственных связей. Когда-то давно у древних не было такого восприятия пространства. Они даже не подозревали об этом. В общем, раньше люди не нужно было логически объяснять, как это мир. Мир существовал в гармонии человеческих эмоций. То есть каждый новый феномен, он включался в семантический ряд. Уже прошлый воспринцип, человек видит собаку, он испытывает какую-то эмоцию, и эта собака помещается в семантический ряд уже существующих остальных животных. Тем самым, все, что он воспринимает, оно как бы equal, оно равное. Он не думает о том, что собака может ему полезна, он может ее как-то использовать. Он логически не размышляет, и у него нет причины и дробления смысла. Он просто видит и включает, видит, включает, видит, включает. Это поле просто расширяется. И раньше у древних было именно визуальное восприятие. Они как бы считывали все в единстве визуально. И у них очень хорошо, инстинктивная по этому работа. Вот, а затем, когда мы начали уже изучать более подробную миру предметов или явлений, появились какие-то качества, происходило дробление, большее количество звуков, в общем, пошло-поехало. Вот эта способность к такому сознанию и восприятию единого центра — это то, что называется третий план художественных работ. И сейчас люди, которые и мы заменили миф теории относительности, используем, в общем, логические фильтры при просмотре искусства. Но если это так, то почему бы возникает все равно миф, когда мы смотрим, откуда берется третий план, если у нас уже логическая структура есть. Это говорит о том, что вот это состояние ума, структурированное, это не единственная доступная нам сейчас осознанность. И что все остальные доступные нам осознанности, они работают на то, чтобы выводить из строя эту логическую осознанность, структурированную. Как бы выводить из строя эти фильтры, логики. Но мы не знаем, какие механизмы включают то или иное состояние в нас. Но однозначно вот через вот эту вот формулу политические гипноза, то есть репетиции, симметрии, все, что я говорила, они выводят нас в это мифическое поле, в состояние гипноза. И в общем там мы попадаем как бы в прошлое, в это мифогенное состояние сознания при состоянии древнего человека. В общем мы должны принять сведения, что художественные работы, что в искусстве сохранились вот эти вот следы и рогименты мифа. И искусство оно эволюционировало из синкретного, то есть синкретное, когда плохо совместимые вещи совмещаются неким образом. И искусство оно эволюционировало из ритуального действия, вот этого синкретического ритуального действия, где непонятные, не состыкуемые друг с другим элементом, находятся в одном поле и происходит ритуал. Ну вот, это и есть вот этот третий план при просмотре искусства, третий план, в который мы попадаем. И функция этого третьего плана это внушать эмоции определенные. В общем это все. Дальше идет, например, из Савтра, у него есть тошнота, роза. У него там есть очень интересный отрывок, где он рассказывает к вопросу о том, что мы живем в будущее, типа, а раньше люди жили в прошлом. То есть у него было другое мышление, поскольку другой способ восприятия. И это тошнота во всем, тошнота приводится в бэкводы, что-то такие обратные воды, в которые мы попадаем, например, когда рассказываем о жизни. А мы существуем в пространстве рассказы, то есть мы все время существуем в каких-то историях. Мы рассказываем истории, как я сейчас, или, ну в общем, в диалоге между друг другом, в соединении. А это происходит только тогда, когда мы уже знаем конец истории обычно. И это значит, что мы перед тем, как начинаем рассказывать историю, она уже окрашена общим всем. И то есть, когда мы рассказываем историю, мы переделываем эту... Жизнь не так происходила, когда она происходила, но она каким-то образом нас влияет, вызывает вот это состояние, когда мы ее рассказываем, мы ее рассказываем как бы задом наперед. Я пошел в булочную, и если я начну грустно свой рассказ, то уже не важно, что я скажу и что в нем будет. То есть, мы уже знаем конец, когда рассказываем историю, и человек, который слушает, уже знает конец, когда мы рассказываем. То есть, заключение такое, что художественный образ всегда структурируется этими смысловыми рядами семантическими. И миф пространства, мифы, тоже структурированы этими семантическими рядами, образами. События, да, вот то, что я говорила. Сартов говорит следующее. События в истории должны быть упорядочными, но в жизни они не упорядочены. Конец истории в процессе ее создания определяет выбор слов. А семантическое разнообразие слов, картинок и так далее, определено, если определена главная сема. Изображение ничего не значит в контексте семантического разнообразия, встроенного вот этого напряжения. Потому что главная сема воспринята читателем задолго до фактического окончания истории. Вы не можете правдиво рассказывать историю, рассказывая, мы связаны с структурой и пространством изображения истории. Поэтому искажая пространство, в котором на самом деле вознесло событие, и которое не было так структурировано, когда происходило. Наличие сем семантических серий неизбежно ведет к обратному потоку пространства временных картинок. Ну вот да, чтобы создать этот семантический ряд в ходе истории, нужно заранее знать главную сему, и она является определяющей первичной. И когда мы расскажем историю, мы попадаем в пространство мифа, потому что время начинает течь в обратную сторону. Ну, в лучшую сути. Да, я не знаю. Какой может быть еще сути? Моилучайший. В общем, да, и последнее, это то, что миф, раньше слово, оно воспринималось, оно было монетным Богу, и оно было действием, слов было действием. Оно было рождением, то есть работа, оно было рождением чего-то, и было подобно, когда мы что-то создавали, это бутылка, записки. И все это действие было подобно тому, что мы выпускали джинна из бутылки. Как вы получите джинну, а не текст, который бы исполнился нашим желанием. Слово действие, то есть это вот это вот слово, которое живое, которое сразу влияло напрямую, да? Да, напрямую. Раньше говорили слово, да, и он же считывал сразу интонацию, и все-все-все. То есть слово, оно было равно предмет, поскольку оно не имело дробленных качеств, не имело как бы вот этого образа, да, многоголового зверя, который как бы, прежде чем там поймешь, нужно... И поэтому реально раньше, ну и сейчас я тоже думаю, можно убить словом, если правильно его подобрать. А конкретную щетку подобрать конкретное слово и оживить соответственно, но чаще мы делаем первое. Но через поэзию это возможно. Поэзия. К тому, что вот этой структуре, о которой я говорила, хочется ее сделать с теми, видимо, кто здесь присутствует. Два рододрителей и они как-то ходят. Хочется определить общую сему какую-то, которая будет на это все светить. И делать так, чтобы слово было действием. Вот, как я не знаю, потому что это все возникло. Я думала, что это не делать. Ну, в общем, жены из бутылки и все такое надо выпустить. Через присутствие и как перенести эти законы и формулы, скажем так, стиха. А мы же знаем, что эта решетка, она как бы существует в нашем мире, в нашем пространстве. И все есть, это кристаллическая решетка. Как используют эти законы, там, симметрии, повторения, контрастов, обратных действий и связи нелогической. То есть, например, люди идут. То есть, это зритель и есть перформеры. Один задает общую сему для всего этого. И каждый человек будет к этой семье подбирать свой собственный образ движения. Движение, образ действия. Окрашенный этой семьей. И чтобы он совсем не впадал куда-то. Будут зрители, которые там, это сервис, которые будут тоже действующим персоналом. Мы должны будем придумать образ, действие, оно должно у нас возникнуть. И мы должны через действие его как-то передать, через ходьбу. И потом, может быть, я завтра отдельно выпишу все эти законы, типа симметрия, повторения, гармония. То есть, это должно быть гармоничное произведение, то есть, законченное. Это стих, это у него должно быть начало, конец, под общей семой. Вот это присутствие, кстати, да, прикольно. Это зритель, миф это зритель. Есть структурный элемент, этот плод. Все это на это светит. Зритель, он дает присутствие. А присутствие это миф, то есть, отсутствие эго, времени и все остальное. Вот, а эти структурные элементы, плод, как он плывет, это некая структура. И, например, человек будет делать одно действие, например, какое-то. И мы должны будем его повторить, как бы срифмовать через несколько других человек, как пример. То есть, там, я действие делаю так, другие люди проходят, делают действие, а я, например, свяжусь мысленно с тем человеком и делаю такое действие. Одинаковое по ритму или одинаковое прочитанное. Я не знаю, как это сделать. Это, в общем, понятно. Обсуждение структурного, то что это спать и ходит. Да, да, да. Это все. Это такое завершение к тому, что хочется перейти к перформансу. Одинаковое по ритму. Я только думаю, что не Сема светит, на самом деле Сема как будто отражается, это Луна, которая отражается, а светит точка, о которой ты говоришь. Да, она так и была нарисована, но сложно, если я сейчас начну. Да, что в самом деле точку, за пределами. Да. А так все правильно. А Сема может быть в чрезвычайности. Все правильно. Класс, спасибо. Спасибо.